Сейчас в медицине наблюдается нехватка как узких специалистов, так и среднего звена. Только в Ульяновской области требуются сотни врачей. Чтобы приблизить эту цифру к нулю, работают областные и федеральные программы. Например, земский доктор, фельдшер, медсестра. О решении кадрового вопроса в здравоохранении расскажет Марина Тимофеева. Здесь ощущения одинаковые? Одинаковые. Внимательно и с трепетом к каждому пациенту. Его прием ведет молодой врач. Айгуль Гималова пришла работать на Ульянскую городскую больницу по программе «Земский доктор». Ежедневно осматривает около 15 человек, но иногда за консультацией приходит и вдвое больше пациентов. С нагрузкой справляется, понимая всю ответственность своей профессии. Случаи бывают разные. И чаще всего они не просто связаны с одним заболеванием. Это целый комплекс заболеваний, в которых нужно разбираться. То есть разбираться не только в неврологии, но и в других специальностях тоже, чтобы правильно поставить диагноз. Николай Пьянтин перенес два инсульта и восстанавливаться помогает как раз новый специалист. Но, конечно, под наблюдением опытных врачей именно наставники помогают молодым не допускать ошибок. Надо понимать. Талантливые молодые врачи. Я думаю, неплохой будет. Самое главное, чтобы не бросил на Ульянск. Сегодня в Новоульянской больнице работают 35 докторов и 136 сотрудников среднего звена. Только за время работы программы по модернизации первичного звена удалось привлечь 13 врачей полностью укомплектовать штат скорой медицинской помощи. Устроить 6 фельдшеров и столько же медицинских сестер. Но сейчас поликлиника ждет молодых специалистов. На сегодняшний день мы испытываем острую нехватку врача-инфекциониста и эфтезиатора. А так весь штат, в принципе, у нас комплектован врачебным персоналом. Развитие кадрового потенциала здравоохранения – одна из основных задач национального проекта. Только в этом году перед регионом стоит задача привлечь на работу 270 врачей и 450 фельдшеров и медсестер. На это уже выделено почти 100 миллионов рублей. Марина Тимофеева, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Новоульяновска.